На самом деле, мы до сих пор отдыхали, сейчас я буду видеть. Собственно, почему мы взяли эту тему? На самом деле, еще где-то 3 года назад, нет, даже 2,5 года, когда я начинала в «Айдентике» работать, в наших просторах ноготипах уже казалось как «Вау». Раньше это воспринималось как значок, где-то 2 экрана надо поставить на Google сайты и все. Сейчас все гораздо сложнее и все чаще заказчики обращаются за бренд-платформой, а в итоге, приходя к веб-дизайнерам, веб-дизайнеру просто глаза сразу по 5 копеек, что мы принесли. И обычно это заканчивается двумя вариантами. Первый вариант – это то, что веб-дизайнер говорит, что вы ущемляете мои права, я как хочу придумать, а вы мне принесли слот правил и посылает этого заказчика. Либо второй вариант – он думает, что у меня уже не надо теперь палец, мне все принесли, я сейчас за 2 секунды сделаю, и за меня уже все решили. И первый вариант, и второй вариант абсолютно неправильный, потому что бренд-платформа – это не слот указаний, это направление, с которым надо работать, с которым нужно развивать, и там скорее сказаны просто варианты этого развития и вектора. А уже то, как вы будете это развивать, зависит от компании дизайнера. А, да. Вообще, для кого вот эта вот бренд-платформа – это вообще новое сочетание? О-о-о-о! Да. Слышите? Так, хорошо. Вот, тогда у меня задача, я хочу более глобальная, объяснить, что это надо. И что, если к вам приходит заказчик без, например, бренд-платформы, он говорит ему на что сделать, предлагаете ему на самом деле сработать эту площадку. В этом нет ничего страшного, там, предложить или что. Дело в том, что впоследствии такие работы, такие проекты получаются очень глобальными, очень масштабными, вам там сразу куча плюшек, и это можно присылать на разный конкурс, это отличный пиар, и свое портфолио можно украсть и непосредственно работать, что принесет вам еще больше заказов. Окей, ну что, пошли? Итак, первое. Я представлю два проекта. Один будет прям разобран по косточкам. Это проект, который мы с Игорем делаем совместно. Я занималась бренд-платформой и вообще брендингом в целом. Игорь занимался вебом, занимается, в данный момент разрабатывает. Девятая версия сайта. Девятая версия сайта. Я все время бракую, он на меня уже злится, потом это все расскажет. Ну, на самом деле, для меня это тоже опыт, что обмен с Игорем постоянно какой-то информацией, и я думаю, у нас получится что-то интересное. Зачатки для всего этого есть. Итак, первый проект – это хостинг-компания, которая с 2005 года уже присутствует на рынке России. Они отлично развивались, все у них прекрасно, база сумасшедшая, ноль брендинга вообще. То есть сайт – это заглушка, одна страница со ссылками, и все, по-моему. И телефонами. Ну, то есть, казалось бы, с 2005 года у людей просто заглушка стоит, восемь компаний, дела отличные. Они развивались все это время на формах. И считали, что им, в принципе, это не нужно, зачем. Ну, пришло шикарное время, они поняли, что стало очень тесно на этом рынке, что очень много интересных компаний, которые предоставляют, скажем так, и плюшки, и прекрасный внешний вид, и им хочется доверять благодаря этому. Потому что клиенты сразу чувствуют, когда им хотят угодить, им это приятно. И они, собственно, решили, что проблема с сайтом. Естественно, они обратились к Игорю, мол, давай, сделай нам сайт. Игорь обратился потом ко мне, и не знаю почему, потом расскажешь. Аватарка понравилась. Аватарка понравилась. Молодец. Вот, и мы в итоге вышли, пообщавшись полгода назад, мы вышли на то, что им вообще надо в форму там сидеть по всему нятю. Вот это, собственно, выдержка с грифом, который у меня дали. Заполнив анкету, там был достаточно содержательный рассказ о том, кто они за все эти действия. И основная фраза, которая в дальнейшем, как оказалось, глава в основу всего – это мы исключительно клиенториентированная компания. В общем-то, ну, я не знаю, пришел бы клиент к вам и сказал, это мы клиенториентированная компания, сделаем им сайт. Я не знаю, что бы там делали. Ну, это шло, на самом деле, очень серьезный анализ в дальнейшем. В общем, что же хотят одни клиенты для того, чтобы улучшить дела компании. В итоге. Вот, с 2005 года предоставлялась среди аренды объединенных и виртуальных серверов различных стран и мира. Ну, собственно, как и большая часть вообще всех пользователей компаний – тысячи просто. Так, ну, я начинаю немножко подходить к тому, что стало не участвовать. Это такая заставочка. Итак, анализ конкурентов, который к… это вот 2013 год, мы делали неплохие пуски и доля рынка. Прискочили. Итак, посмотрев тот список компаний, который предоставил заказчик, потому что у него были уже на тот момент конкретные компании, которые, скажем так, ему мешали. Выделились несколько компаний. Ну, это… Ну, вот я собрала… А, сразу хочу сказать, что презентация, естественно, не полностью то, что презентовалось заказчику. Я немножко подсократила. Ну, я думаю, понятно почему. Не буду палить прям все. Так вот. Одна из частей их конкурентов позиционировалась как вкусный комбайн. Ну, вкусный сервер и хостбанк. В общем-то, это единственная компания, у которой был более или менее брендинг. То есть, все было выдержано в конкретном стиле. Например, у вкусный сервера там всякие скидочные штуки, тоже там вишенки и прочее. Ну, короче, придерживались одной линии. Те форумы, которые мне дал для ознакомления заказчик, я прочитала вообще все комментарии в каждом из этих компаний. И к этим конкретно компаниям был только один вопрос. Какого черта они вообще о вкусности говорят, когда мы хостбанки? Ну, то есть, они были в шоке, что за вкусный. Нам не хочется вообще к этим компаниям обращаться, потому что он звался вкусный сервер. Ну, вот, в общем-то, то есть, я ему доверяю, мне там долго-долго говорили, но я не поверила, ушел к другим. Ну, тем не менее, это единственная вообще компания, которые хоть как-то позиционировались на рынке. Далее. Робобил, мы беспокоимся за ваши сервисы и за свои. Но в основном это выражалось только в слогане. То есть, это значок, это слоган и все. Ну, то есть, это назвать полноценным применением было плотно. МСР – инновации для жизни. Вебхост один – самый дешевый хостинг. Ну, они выглядели очень легко. Это, на самом деле, очень привлекательно для российского рынка. Когда все очень дешево и, ну, клиенты, то есть, это тоже подход. Клиенты видят, что они платят исключительно за хостинг, они не платят за красоту, что не оплачивают дизайнеров, которые работают и так далее. То есть, это тоже можно считать каким-то позиционированием. В другой момент, работает ли это, насколько это работает, и принесет ли это доход этому владельцу – это уже другое. Ну, вот, еще небольшой список компаний, которые также осматриваются. Гораздо длиннее, но это вот основные. И вот, с точки зрения имиджевого позиционирования, перечисленные компании, какие приятные угрозы не предоставляют. Итак, далее. Целевая аудитория. То есть, начинаем дальше копать, смотрим формы, там, вообще все, что угодно. Так, структура. Итак, по мере продвижения вглубь вообще этого вопроса, выделился вот такой вот интересный цикл. Первая причина, почему приходили клиенты к моему заказчику – отзывы на форум. И все. Ну, потому что сайт никакой, вообще нигде ничего – отзывы. В итоге, почитав отзывы, там было понятно, что 90-95% отзывов, в первую очередь, упоминают качество поддержки. То есть, это довольно четко. Никого не интересовало вообще там цены и так далее. То есть, это, может, даже упоминалось, но скользко. Потому что заказчик, приходящий на сайт, он видит цены, в общем-то, понимает, на что он идет. Но вот, когда он начинает уже с этой компанией общаться и погружаться, скажем так, в ее просторы, то он понимает, что куда он попал вообще. Там ему не хотят не помогать, ничего. Ну, собственно, естественно, если он заходит на тот веб-хорт, который вообще никакой, то он понимает, что там, наверное, и поддержка на это будет. Далее, следующий. Если ему понравились клиенту потенциальному отзывы, то он приходит к заказчику. В данный момент я рассматривала ту аудиторию, которая нам интересна. То есть, сейчас я объясню, почему именно эта аудитория. Поскольку мы уже поняли, что концентрируемся на публике, которая оставляет отзывы, то нужно было понять, кто же их оставляет. В итоге выяснилось, что это молодые люди 20-25 лет, фрилансеры-домоседы. В интернете 24 часа 7 дней в неделю, находятся в помещении постоянно. От сайта зависит заработок, стартапы, интернет-магазины, порталы, доход средний. Сами следят за всеми процессами. Вот такую аудиторию нужно было привлекать. Тут уже понятно, что начинается вопрос, чем привлечь эту аудиторию. Так, дальше у нас идет поддержка. Когда начинается уже непосредственное погружение в услуги, то клиент связывается с поддержкой для того, чтобы решить какие-то вопросы. И тут очень важный момент. Представьте, человек сидит дома, у него минимум общения, и он обращается в компанию. Это, можно сказать, одно из немногих общений, которые ему предоставляется вообще по жизни. И он, естественно, хочет, чтобы это общение было приятным. В итоге начинают связываться отношения с компанией благодаря поддержке. То есть ты уже общаешься с живым человеком, представляющим эту компанию. Уже какие-то появляются первые впечатления. На этом этапе происходит переломный момент. Будет ли он в дальнейшем работать с этой компанией? Либо он скажет, не-не-не, ребят, он не понравится, я пойду к другим. То есть он становится либо другом, либо врагом. Ну, естественно, появляется доверие и уверенность. Если мы помогли, он начинает говорить, ну, ребята, молодцы, я пойду вам отзыв напишу. Мы помним, что отзыв приводит нам новых клиентов. И вот, да, четвертый этап, если он все-таки становится другом, то это хороший отзыв с сарафаном и радио. Расширение бизнеса, естественно, мы расширять бизнес будет на этом хостинге. Дальнейшее сотрудничество и лояльность к фирме. То есть, в принципе, в дальнейшем, если даже будут какие-то там отключения, неполадки или еще что-то, никогда этот человек не напишет плохой отзыв. Никогда ему пойдет душевать, он обратится спокойно к поддержке, ему так скажем. Ну вот, честно, полчаса мы теперь все сделаем. Окей, ребята, я потому что верю, я не буду на это ничего гадить, потому что мы все сделаем. Далее. Инсайт. Инсайт – это внутренняя потребность человека. То есть, что ему необходимо в данный момент, когда он переходит на сайт. Ну, я имею в виду, помимо непосредственной цели, в нашем случае, это потребность основной клиентской базы. Вот этот инсайт был сформирован благодаря предыдущим этапам, и звучит он так. «Я устал все время отдавать работе, мне хочется жить и развиваться, не думая о проблемах». То есть, по сути, это человек, который находится постоянно в помещении, который не спит сутками, смотрит, чтобы его сайт не упал и не перестал работать, потому что перестает ему приносить деньги. Вот. Он, на самом деле, не хочет об этом париться и не хочет на это тратить время. Лучше пойдет, я не знаю, там собака хотя бы погуляет. А то она бедная дома сидит. Так. Далее. Формируются ценности бренда. Ценностями по предыдущим всем этапам это выделить следующие. Уверенность, свобода, вдохновение, эмоциональность. Сам же характер бренда. То есть, бренд уже становится чем-то живым. Мы, как и любой живой человек, обладательным характером. Даже вспомните сигареты Мальбера, у которых уже там 60 лет или сколько, ковбой. Его все знают, то есть, они хотят ассоциироваться с этим человеком. То есть, они хотят ассоциироваться с этим брендом. Если они хотят с ним ассоциироваться, они пойдут купят эти сигареты и будут говорить, о, я как ковбой или еще что-то. Вот. Ну, у них это практика отлично. Как про западе. Да, еще стоит обращать внимание, с какими клиентами, о каких клиентах идет речь. В итоге характер бренда. То есть, получается, он отвечает на ценности. Открытый, дружелюбный, побуждающий, вдохновляющий, надежно ответственный. То есть, мы хотим давать возможность людям выйти из запертого состояния, поэтому мы их побуждаем, вдохновляем на какие-то поступки. Как же это достичь? Что мы можем предложить? Свободу жизни, выбора новых впечатлений, идеи, спокойствие, поддержку. Вообще, наверное, сейчас это смотрится весьма интересно, если вспомнить, что мы будем на хостинге. Ну, то есть, казалось бы, да? Ну, поэтому я и говорила на самую первую вступительную речь, что если придет заказчик без вид этого, то сложно прийти к такому решению. Однако, оно является наиболее верным и наиболее продуктивным в дальнейшей работе. Я вообще, честно говоря, когда эту тему конкретно проштудировала, то я сейчас просто не могу представить ни одного бренда без подобных. Ну, вот, в принципе, это меняется просто мировоззрение, меняется отношение ко всему. Так. Вот, это картинки, это представляющие характер тех людей, которые к нам обращаются, и то, как мы хотим, чтобы они себя чувствовали с нами. Это то, что мы хотим им дать. Да, то есть, выйдите, пожалуйста, там, я не знаю, на мотоцикл, там, я могу попрыгать, еще что-то. Там, хотите спокойствие, пожалуйста, есть спокойствие. Есть какая-то динамика, есть экстрим. Там, на концерт сходите. Я еще хочу сказать, что это только начало. В дальнейшем это все должно развиваться. Одно из развития – это сайт. Но также есть развитие, как рекламные кампании. То есть, например, как вот это можно осуществлять? Эта кампания собирается заключать договоры с турфирмами и прочими. Ну, там, например… Хостин. Это Хостин, да. Все время надо напоминать. Это Хостин. То есть, билеты на Формулу-1, окей. На Бали, там еще куда-то. То есть, это будет постоянно присутствовать подобные штуки. То есть, там не то, что обман, как мы сказали и все такое, но на самом деле, то есть, будет вот это все происходить. Это Хостин. Так. Позиционирующее определение. Собственно, вот эта штука должна проходить через все рекламные кампании, через фирменные стили… Короче, везде. Дружелюбный бренд, вдохновляющий на открытие, дающий свободу и уверенность. Но, опять же, прошу заметить, что, обещая что-то, нужно на 100% быть уверенным, что ты это дашь. Потому что обманывать это нехорошо. Не надо. Так. Вот тоже. Позитивные картинки разные. И вот это тоже, на мой взгляд. Это просто не все. Да. Еще было разработано слова бренда. Это те слова, которые желательно использовать, там, копирайтером в разных текстах. Мы долго с этим попарились. Вот. Ну, выделился ряд слов. «Живой», «Просто» и «Открой». Это также все было выведено из предыдущего всего. И дополнительные слова для общения с целевой аудиторией. «Вместе», «Больше», «Свобода», «Быстро», «Почувствуй». Ну, то есть, и словосочетание. То есть, специально взятые слова, которые в разных ситуациях звучат по-разному. «Живой звук», «Начни жить», «Живое воспоминание», «Живые эмоции», «Живой бренд», «Живое общение», «Живая природа». То есть, сложно было бы. «Последное указание», «Начем». Там, с нами просто, не просто так, просто быстро, там, нужно просто открыть. И так далее. «Серега, лёг, просто не так». Так, сейчас я перехожу к визуальной части. Это то, на чём… Это то, что было основано на позиционировании. Да, у меня сейчас ещё будет рассказывать, о чём пришёл заказчик. Интересная ситуация, когда приходит заказчик, у которого десять лет близнулся, и говорит, мне не нравится название. Но я не хочу поменять. Сделай что-нибудь. Скажите, как вообще она появилась? А, она появилась, да. Это был фриланс, я не знаю. В игре компьютерного игрока. Да, он когда был один человек, который решил заняться хостингом. У него был ник в играх каких-то компьютерных. Инферно. Инферно. Ну, недолго думая об этом, он инферно сайл. Спустя десять лет он понял, что вырос. Мальчик вырос. Да. И что же делать? Ну, короче, когда он ко мне пришёл вообще с этим… с этой проблемой… Можно скажи? Успеешь, что будет тебе слово. Скоро. Будет слово. Честно. Скоро. Уже скоро. Да, уж он с этим пришёл, и нам было что-то придумывать. Думали долго. Если учесть, что ещё делали в Brand Platform. То есть ушло порядка… Полу года? Пяти месяцев? Четыре месяца, да, чисто на Brand Platform. Штудирование я вообще об этом ничего не знала. Вообще ни о чём. Из-за этой сферы. Ну вот, к чему мы дальше стали переходить. В итоге нашли такой довольно интересный приём, как Inferno Solutions аббревиатура превратилась в WIST и стала употребляться с дополнительными словами. А знак по-прежнему показывает, что это тоже локотик. Ну, то есть… И там остался. То есть, если идёт какое-то предложение, которое не ассоциируется, например, с компанией, там, где «Из», значок ставить не надо. Если, наоборот, предложение какое-то, которое поддерживает общую тему, то почему нет? Поставили значок. Всё это указание на то, что это предложение полностью относится к фильму. В итоге это стало как просто частью предложения, то, что они делают, используют этот момент. Или часть уже позиционирования. «Is freedom is you». Надо было ещё, наверное, копирайтерские тексты принести, там, небольшие, которые были… Ну, собственно, семантика дальше пойдёт. Как я вначале рассказывала про… Мы исключительно неодориентированная компания. То есть, это подразумевает какой-то человекоцентризм. То есть, это полностью направленное на человека всё внимание. В итоге, вспомнил… Ну, как бы, по наитию пришёл знак витровианского человека, да Винчи. И, ну, собственно, как-то получился. Человечек, который… Ну, также у него достаточно открытое состояние. То есть, ну, как я уже говорила, наверное, про это открыть. Такое получается. Дальше несёт такой. Сам логотип также чертился по сетке витровианского человека. Всё, там… Я делаюсь. И… Я просто ещё в дальнейшем буду говорить, что из всего этого дополнительные появляются константы. То есть, до этого у нас была внутренняя составляющая бренда. Сейчас у нас происходит именно визуальная часть бренда. Всякие интересные моменты можно и в дальнейшем использовать, там, на сайте, на печальной продукте и так далее. Например, вверху буква И скруглена благодаря подобной форме. Здесь также идут скругления. То есть, дуга также может в дальнейшем использоваться на сайте. Если мы, например, говорим о чём-то спокойном, то есть, можно в графике это как-либо использовать. Я в дальнейшем всё как-нибудь вернусь. Шрифт, который был взят основным. У него два начертания. Ну, в смысле, у него много толщины. Я просто взяла, например, то, что два начертания. Одно со скошенными буквами. Как такое становится уже достаточно. Ну, вот, например, Beeline. Я думаю, если посмотрите где-нибудь объявление, то очень легко считывается, что это Beeline по шрифту. Потому что они, ну, такой, очень чёткий. Или там, I love New York, где там тоже чёткий шрифт. Видите одну букву и всегда поймете, что это они. То же самое. Это очень важно. Брать шрифт не от Валды, который уже поставлен на компьютер, а подбирать под ситуацию. Если мы помним, что там были буквы по сетке спилены частично, то здесь это продолжается. Но здесь уже более агрессивная штука. То есть так, чтобы эти вот диагонали, потом Игорь продолжит под диагонали, продолжаются, дальше могут быть использованы в филонном стиле. Если, например, мы говорим о каким-то более динамичных ситуациях, там, будь то экстрим или ещё что-то. Да, и этот шрифт, например, он используется в заголовках, чтобы это было видео. Обычно его начертания уже используются. Вопрос можно? Конечно. А кто вообще занимался вот этим шрифтом? Ну, софтура разработки или что-то? Конкретно вот этим? Ну, да. Потому что логотип это я разрабатывала, это покупался. Вообще, ну, так вот, для общего развития стоимость, ну, скажем так, нормальной гарнитуры, которая в интернете, то есть не разрабатывается специально для компании, она может, ну, там, от шестьсот до тысяч и так далее. Ну, т.е. обычно то, что меньше, это не очень хорошо. Ну, в этом есть подлога. Ну, там, на самом деле, порядка... Там порядка двадцати или сорока начертаний у этого шрифта. Его можно, кто использует уже... Я проясни, что это не за одно начертание. Нет, проясни. Слот за все. Слот за все. Слот за основы. За гарнитуры. А то все равно все стоят. Я проясняю. Так, далее, еще одной из семантик, вообще, отнюсего знака, это сноста, которая в дальнейшем также может использоваться, там, на сайте. Ну, Игорь, правда, это использовать. Вот. И, ну, слоган «Freedom is coming», это «Свобода неизбежна». Также слоган располагается по одной линии. То, что сноста с логотипом. Так, тоже очень интересный момент. Обычно картинки все добавляют, там, из стоков, там, в карты. Короче, подойдет, так подойдет. Тут немного другая ситуация. Тут также продумался этот момент, что, поскольку мы хотим, чтобы люди себя ассоциировали с тем, что происходит на картинках, это мы используем либо силуэт, либо там спиной они находятся. Ну, вот это вообще самый выигрышный вариант, потому что там такая форма знака еще появляется. Вот. То есть, картинки тоже подчинены определенному смыслу. То есть, как они должны вообще везде использоваться и должны как-нибудь делиться. То есть, абы какие-то там аватарки не подают. В итоге, после разработки вот всего перечисленного, у нас получается позиционирование, лого-трансформер, сноска, сетка, диагональ, буга, цветы, картинки. Сразу хочу пояснить. Это не ущемление вообще там творческих всяких идей. Это то, что можно использовать, ну, там, например, взяв там картинки, диагонали или еще что-то. То есть, оно все равно сохранит принадлежность бренду, но это можно развивать. То есть, пожалуйста, никаких ограничений. Даже эти картинки, которые там, казалось бы, только силуэты и, например, где-нибудь сфотографированы сзади. То есть, это тоже можно как-нибудь по прикольному, не знаю, там, в карман что-нибудь положить, интересно, уже какая-то фишка появляется. То есть, пожалуйста, задается вектор. А уже как это в дальнейшем будет развиваться? Во что он в Валинии? В Валинии, в Валинии? Сейчас Игорь немножко... Да, еще такая фишка, что Игорь вообще никогда не работал с брендом от формами. Он был вообще в шоке после этого. Пожалел, наверное, что ко мне обратился. В общем, что по этой ситуации могу сказать? А, сначала расскажу историю. Давай. Все. Про Feno Solutions. То есть, сначала Ник был Feno, он не подумал, назвал компанию. Компания разрослась. И теперь он не знает, что делать. Потому что некоторые люди начинают все это перевозить. И получается адские решения. И... Ну... Да. Но он на запах собирается. Тем более, да. Тем более он собирается, ну, позиционировать и переезжать, грубо говоря, на запах. Да? То есть там свой бренд развивать. И... Ну, там такое название совсем не кажется. Хе-хе-хе. Вот. Ему даже приходят письма, типа... Слушайте, чуваки, у вас такое, ну, адское решение. А у вас, ну... Ну, ни с какой сектой не связано. Хе-хе-хе. Ну, это... Они пишут, что типа... Нет, ребята, все хорошо. У нас даже собира освещены. Хе-хе-хе-хе. Так что... Хе-хе-хе. Так что... Все у них в порядке. Ну, и в общем, а если серьезно, то... Это очень... Достаточно сложно. Допустим... Вот эта вот проработка такая детальная. Которая... Ну, в какие-то определенные рамки, естественно, загоняет. Да? По внешнему виду. При том, что... Мы разработываем этот сайт уже достаточно долго. Я делаю девятую версию. Вот. И... Ну, он каждый раз так показывает, что не шло. Классно. Давай. А что ты живешь там? Ну и... Вот. И... Ну... Сайт... Если бы он был еще к тому же какой-нибудь стандартный шаблон... Ну, конечно, нет. Ну, можно было бы логотип там сверху, там, пенюшкой. Это фигня. Вот. Но сайт позиционируется как какой-то инновационный, да? С интересной навигацией, интересными принципами. И... 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 Интерэкшн дизайн, там, должен быть на высоте. Ну, так же, там, стильно модно молодежно. Ну, вот. Сложно. Сложно. Сложно... Ну, про плюсы скажи уже какие? Плюсы? Какие есть? Нет, ну, конечно, интересно. То есть, интересно и это определенный вызов сделать что-то такое, что... Выставить можно на какой-нибудь конкурс и спокойно завоевать какую-то награду. Я думаю, что к этому все и перейдет. Нужно еще чуть-чуть больше времени, чуть-чуть больше нервов и больше мальницы на дизайн. Вот. В общем, все. Что? Спасибо, Яне, за логотип. Ну, как бы, чтобы показать на одном примере, но я сейчас... Второй проект. Фирма «Тектус». Ну, собственно, я буду вкратце о них рассказывать. Так же был заказ. Да. Яна, можно Вас прервать на секундочку? Вы не могли бы предоставить примерные данные бюджета организации? И если вдруг такая цифра есть, увеличение продаж? Ну, вот, более верно, можно будет скоро узнать увеличение продаж. Ну, пока это неизвестно. Ну, как Игорь доделает, так мы знаем. Ну, а бюджет? А сколько по времени это занимает? Ну, 4 месяца. То есть, среднего года для компании? Ну, не меньше. Ну, не меньше. Да, я работаю одна. Вообще, это не так долго будет. Да, то есть, если бы у меня была, конечно, компания под людей, то это было бы больше, потому что там мозговые штурмы какие-то были. Ну, я еще хочу добавить, что это реально было сложно. Ну, то есть, реально сложно. Это прям вызов самой себе, поскольку цепляться за название нельзя. Название чудом изменить нужно. Убрать ассоциацию с адскими решениями. Добавить суперпозитива вообще во все. То есть, это был адский, я подумала, хорошо. Вот. Можно еще вопрос? Да, можно еще есть. Вот вопрос про семантику знака. Да. Ты говоришь, что ты опиралась на метафору ветруянского человека, но, как бы, первая ассоциация возникает со звездочкой, то есть, какая-то сноска. Да. И, ну, как бы, первая ассоциация с такой звездочкой, это какой-то, ну, негатив, потому что обычно в рекламе, под сноской разумевают какие-то, ну, недружественные условия. Ну, есть такое опасение. Да, я сейчас вот это объясню. Если вы заметили, то сноска была, ну, использована, то есть, о сноске было сказано вообще практически в конце. То есть, это, ну, скажем так, один из вариантов вообще использования. То есть, не обязательно сноску, в принципе, использовать. То есть, это классно, когда очень много вариантов для дальнейшего, там, для рекламной кампании. Еще где-то это задавать изначально очень много направлений, но которые все равно будут ассоциироваться с компанией. Просто воспринимать сноску как один из вариантов развития, который в дальнейшем при грамотной рекламе и, я не знаю, акциях это можно всегда сказать. Даже если есть какие-то негативные. Насчет сноски, в общем-то, такой вариант предвиделся, что это негатив и так далее. Но мы придумали такую фишечку, это будет использоваться, в сносках мы будем писать только позитивные штуки. Ну, то есть, там, типа, та-та-та-та-та-та, да, в сноске, все это, ребята, бесплатно. Ну, то есть, ломать вот это вот отношение, накормить, ровно переворачивать. Ну, да, достаточно грамотная подача. 100%. Что у вас? 100%. Четыре месяца это вот ваша работа заняла, да? У меня где-то, я участвовал в анализе в этом всем деле, то есть, я не приступал. Пока я наделал лого, я занимался проектированием, прототипированием. Ну, в общей сложности я пока потратил, ну, если так выразить по отчетам, ну, может, в месяц-полтора-два. Ну, реального времени. Если бы не было бренд-платформы, по вашим ощущениям, вы потратили больше или меньше? Если бы не было, был бы совсем другой сайт. Ну, то есть, вообще, мое представление об этом... Проблема в том, что... Проблема в том, что заказчик по-любому к этому пришел. Но при готовом сайте это было бы еще, скажем так. Ну, человек за 10... Можно вопрос? Компании в такой стадии обычно приходят к тому, что понимают, что необходимо бренд-платформы. Вообще-то... Это идеально для стартапа. Окей. Ну, а как показывает статистика? Компания входит в отношениях в такие решения? Если тогда... Я сейчас объясню. Дело в том, что наш заказчик, как я уже так хвалил один раз, ну, человек, который ездит по миру. То есть, он это все видел, видел, как это работает, читает статьи и так далее. Он там... Я ему что-то послала. То есть, человек, который реально заинтересован в этом во всем, не только в своем бизнесе, но и развитии себя как личности. Я уже предлагала его клонировать, но он не соглашается. То есть, такие люди встречаются крайне редко в Беларуси. Вообще... Не знаю. Вы знаете, о одном заказчике? А вообще? То есть, ну... Сколько вам времени в среднем бизнесу, чтобы понять, что... Некоторых людей, в принципе, не переделать. Некоторые к этому приходят. Некоторые им там сказали. В зависимости от человека или, там, не знаю, что мы рассказали. Сложно сказать. Может быть, когда конкуренция выражает, когда школа из предприятия? Лично у меня, ну, у меня в последнее время... Что касается... У меня тренировок. Что касается стартапов, да, ну... Последний, наверное, год. Ну, полгода в год. Ко мне, в основном, все мои клиенты — это стартапы. Приходят именно за создание бренда и системы визуальной коммуникации с клиентами. И это очень хорошо. Ну, в принципе, у меня только россияне клиенты. И вот ты говорил, что в России там все плохо. На самом деле, Россия далеко впереди нас. Ну, в качестве брендика. Плохо уже. Да. Так что, я думаю, у нас скоро тоже так будет. Ну, в любом случае, надо обращаться к новой компании, надо разговаривать с клиентом с самого начала. Потом думать, как то, что уже есть, переделать и подставлять костыли уже существующим решением. Ну, вот так. Получится в 3 раза. Ну, еще раз. Ну, как заказчик нашел Игоря, я примерно представляю. Ну, как вот он нашел тебя? Меня Игорь нашел. Ну, у меня тоже портфолио, я фрилансер. Игорь мне уже где-то 2 года пишет, все писал, писал. Ну, просто проект оказался весьма интересным. Ну, опять-таки, это психология, когда... Ну, подъехать, я думаю, встретиться с заказчиком – это не проблема. А когда встретились, поняли, что с этим человеком можно интересно что-то сделать. И сейчас мы уже делаем второй. То есть, я уже начала брендинг Волга. Игорь вот работает здесь над вебом. И впоследствии, когда я закончу, опять и будет сайт делать. То есть, у нас уже такая вот совместная работа получается. На самом деле, сайт делаешь, да? Нет, спасибо. Да. Моя артиллерия. Эта спорта не разобралась без вас. А артиллерия, да? Вы сами еще не разобрались. Вот, и, как мы поняли, у этого заказчика еще много идей. И штуки две точно он уже забронировал в ближайшее время. Да. А вообще, как замеряется эффективность такой бренд-платформы? И стоит ли вообще ее измерять? Если это стартап, честно говоря, не представляю, как это можно измерить. Если это не брендинг, то можно измерить. То есть, многие считают, что типа вот мы сделаем логотип, да, там, хорошую там, право-латформу бренд, и она будет сама по себе продавать. Это не так. Она может только помочь продаже. Ну, помочь узнаваемости компании. А компания изначально должна предоставлять качественный продукт. Если продукт качественный и плюс узнаваемость, тогда это будет работать. Ну, согласитесь, если это качественно и не узнаваемо, это хуже, чем качественно и узнаваемо. Вот так это работает. Что мне действительно делать? Я правильно понимаю, что мы не увидим даже хотя бы уголочка того, во что это вылилось в итоге. Ну, как, я думаю, это не последнее наше собрание. Обязательно пригласят, расскажем. Ну, все банки бочки на Игоря, на самом деле. Ждем его дизайнер. Он молодец, он старается. Он, можно сказать, один из первопроходцев вообще, когда ему дают бренд-платформу, и ему надо с этим выкручиваться. На самом деле, мы закачиваем, и я это все прекрасно понимаю, что мы просто работаем реально с общим. И получаем от этого большое удовольствие. Я там себя прокачиваю, там, у меня абсолютно свобода от действий от дизайна, а то же самое у Игоря. Ну, единственное, я там его давну. Ну, ладно, не грусти уже. На самом деле, я хорошая. Так, можно уже переключиться? Да, здесь я только покажу визуальную составляющую. Вообще, почему я еще добавила этот проект, он тоже на антитематику. Но, как это может работать немножко уначе, когда акценты смещены в немножко в визуалку. Тем не менее, здесь также разработ… Это компания «Тектус». Они разрабатывают разные приложения. «Вайпер» недавно, недавно, в прошлом. «Жизи», «Банду», «Аниш», «Торч» и «Браузер». Ну, короче. И, собственно, что происходило? У них много было продуктов, которые вели собственное лицо. У них было много команд, работающих в одном здании, которые, скажем так, тоже хотелось бы как-то облагородить, что ли. И получалось то, что им, естественно, нужны новые разработчики. Потому что компания все время растет. Нужно привлекать молодежь. В основном молодежь – это, скажем так, окончившие вузы. То есть, в принципе, уже целевая аудитория понятна. То есть, тут не было настолько сложно, как в предыдущем проекте. В итоге получилась такая система, что нужно как-то структурировать все, что у них до этого было. Потому что все скапывалось, скапывалось, скапывалось. Но никаких брендингов вообще ничего не было. Просто имя и все. То есть, структурировать. Мы уже сразу понимаем, что это на молодую аудиторию, что интересно молодым людям, в чем они входят и так далее. Это тоже можно продвергнуть бренду, чтобы это стало частью их жизни. Потому что, когда человек приходит на работу, он должен как бы вливаться в коллектив. Там намечалось, что этих людей будет много. И хотелось сразу, чтобы они пились и начинали работать. Дело в том, что все товары с брендированными именно с чемпионатом мира будут делать шведы и продавать именно во время чемпионата мира шведы. Их еще привезут, их еще нету скорее. Да, вот тогда просим. Пока у нас есть зубр, что вылезло из картона. Это не зубр, что они так называют. Все он кайпает. Нет, нравится или не нравится, это же понятно. Просто я вообще не дизайнер. Мне интересно профессиональное мнение. Он сделал ему качество. Ну, это тоже не ответ. То есть, если у меня спросят, например, вот на этом сайте, какие проблемы там с UI. Я отвечу конкретно, допустим. В чем там проблемы суждаете? Почему это будет неудобно? Как надо было бы сделать лучше? А можете вот так же зубр разобрать? Да, о чем рассказывает зубр? Ничего не рассказывает. Вот ответ. Любой логотип, точно так же, как зубр, ни о чем не рассказывает. Проблема в том, что там разрабатывался логотип, там не разрабатывалось то, как должны видеть его относиться. Ну, зубр разобрать эти логотипы, это как-то москос. Да. Я не говорю, что зубр классно. Сама не влевая с плюшкой. Мне просто интересно, что это было. Почему? У меня сейчас такое ощущение, что я вот... Ну, вы говорите, а, зубр так. Как будто все все понимают. Нет, зубр это классно. Ну, вообще зубр. Я думала, что ты будешь шизуату классно. Просто я сейчас себя чувствую, как единственного мужчину. Когда женщина говорит, а у тебя что, Армания? Я не знаю, что такое Армания, не знаю, чем плох зубр. Можете мне как-то внести меня в этот круг? Ну, за это я получаю деньги. А, заплантюра. Ну, дело в том, что есть, скажем так, качество, скажем так, проделанной работы. Ну, будь то, я не знаю уж, какие вам что сравнить-то. Ну, короче... Не могу вот с этого сравнить? Чем вот этот логотип будет? Нет, на самом деле, ну, вот логотип и что. Я, когда начинала вообще свой рассказ и вводила в курс, то есть, почему я рассказываю про позиционирование. Я тогда объяснила, что два-три года назад логотип... Логотипы, когда у наших заказчиков они стали, скажем так, переходить, и мы начали понимать, что надо какой-то значок. Это, опять же, это прошло. Сейчас мы говорим немножко о другом. Ну, в общем-то, логотипов уже миллионы. И также еще плюс бренд-платформы, то, что очень сложно не нарваться на одну и ту же значок. Оно помогает разделить хотя бы эмоциональность и рекламными кампаниями, которые за собой влечет и так вот значок. То есть, впоследствии, этот знак должен ассоциироваться со всем позиционированием, которое было для него сделано. Ну, то есть, это должно стать, как про Мальборо. Смотрите, там, я не знаю, надпись Мальборо, вы понимаете, что ковбой, правый парень... Ну, а зубы и слюшка. Смотрите, вот я слюшка, я такой слюшка напор. Я говорю, я ничего не имею против самого образа зуба. Ну, полминуты креативы, как образе, а о том, как он нарисован. Бывает, левой пяткой, когда нарисован, а бывает, когда тонкий человек это делает. А когда количество линий сведено к минимуму, и он может помещаться на разные размеры. Когда... Ну, честно, он прорисован, как будто, я не знаю, мы живем... Положайте, мы общаемся вдвоем. И, кстати, мы... Спасибо Яне большое.